Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости. В студии Кристина Бабчук. Сегодня в программе. Под ударом стихии в опрештабе администрации округа провели экстренное совещание. Пострадали от наводнения. Сегодня глава города Евгений Корж встретился с жителями микрорайона Загородного. Подушки, одеяло и матрасы. Сотрудники прокуратуры Приморья собрали деньги на гуманитарную помощь подтопленцам. Учебный год. Педагогическую конференцию провели у Суриски. Танк Т-80 «Алеша». Торжественная встреча героического экипажа прошла в воинской части края. Серебро и бесценный опыт. Приморская детская команда по мотокроссу вернулась в первенство России. Дожди вновь привели к подтоплениям в округе. Лодочная переправа работает на Новонекольском проезде. Наблюдаются переливы на участках дорог к Утесному, Кондратеновке и другим селам. По прогнозам МЧС, сохраняется угроза ухудшения паводковой ситуации. Уссурийцам, которые проживают в районах возможного затопления, рекомендуется быть готовыми к эвакуации. Подробности в сюжете. Уссурийск в очередной раз под ударом стихии. В оперштабе администрации округа экстренное совещание. Информация с мест серьезная. Подъем воды наблюдается на всех реках округа. Отсутствует автомобильное сообщение с селами Кугуки, Утесная, Богатырка, Монакина, Яконовка и поселком Партизан. По информации из краевого управления МЧС, паводковая ситуация может ухудшиться уже этой ночью. Может прийти вода, особенно в речке Раздольная. Поэтому мы, конечно, сейчас провели оперштаб, чтобы приготовиться, чтобы те районы, которые уже были потоплены тем паводком, может вода зайти и к ним. Это район Пушкинского моста, это район Вейса, Солдатское озеро, Загородное, Демино. Поэтому, конечно, мы эти все районы взяли под усиленный осмотр. Проливные дожди превратили в озерный ландшафт, участки дорог, придомовые территории. Лодочная переправа на Новодникольском проезде 4 работает с 7 утра. Процесс для спасателя непростой физически и энергозатратный. Жители, в свою очередь, тоже стараются не оставить труд лодочника без благодарности. Мы вас тоже. А где лодочники? А вот. Понятно. Мы его кофейком подпаиваем. Человеку тяжело. Переливы на дорогах есть и на улицах, которые примыкают к Солдатскому озеру. В самом водоеме также наблюдается подъем уровня воды. Жителям территорий, которые ранее пострадали от наводнения, рекомендуется быть готовыми к эвакуации. В Уссурийске развернуты пункты временного размещения в Молодежном центре «Горизонт», Центре культуры «Искра» на Сахпоселке и на Блюхера-36. В городе также будут работать передвижные станции оповещения граждан. На автомобилях специальных служб. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Роман Адонин, Телемикс. Сегодня глава округа Евгений Корж встретился с жителями микрорайона Загородного, чьи домовладения пострадали от наводнения. Уссурицы рассказали городоначальнику о своих бедах. Интересовались компенсацией поврежденного имущества. А также попросили помочь отгрейдировать подъездные пути на улицах. Подробности далее. Жители Загородного встречают главу округа Евгения Коржа. Этот микрорайон был одним из наиболее пострадавших во время тайфуна Ханун. Теперь, когда большая вода ушла, у жителей накопились вопросы. В частности, о выплатах, которые положены людям. В сентябре мы ждём подписания указа, чтобы будут реки передаваться с федеральной службы в краевую. Чтобы уже край спокойно заходил, никого не слушал. Он сам на себя просил бюджет? Да, понимаете, вот это самое главное. Жаловались жители и на плохое состояние дороги в микрорайоне. Оперативно глава округа распорядился прислать на территорию технику, чтобы сделать отсыпку подъездных путей на улицах Советской и Профсоюзной. Затронули на встрече вопрос очистки руселы рек. Однако местные власти пока не имеют права заходить на водоёмы с работами. У них нет госуслуг. Куда им обращаться, чтобы они накаплимут заявление? В МФЦ. В МФЦ? Конечно. Неважно, собственник, она не прописана. Пусть пишут в МФЦ. Представитель от этого дома. Конечно. В диалоге с главой округа люди обсудили и вопрос подвоза учеников на автобусе в микрорайон Доброполья и другие школы города. Ещё одна просьба коснулась установки дорожного знака у моста в районе мелькомбината, который бы ограничил проезд большегрузного транспорта. Все пожелания у сурицев Евгений Кош взял под личный контроль. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс. Приморским сельхозпроизводителям, которые пострадали в результате наводнения, компенсируют потерю урожая, кормов и возместят стоимость техники. Также есть договорённость с двумя регионами Дальнего Востока о предоставлении нашему региону овощей по отпускной цене. Об этом во время брифинга заявил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц. Фактически потеряно 34,5 тысячи гектаров. Это то, что полная гибель. Сегодня работают комиссии в каждом муниципалитете. Да, есть проблемы с обеспечением картофель, овощей, вся овощная группа. Для этого, конечно же, определили три территории, которые менее всего пострадали. Контролируем цены отпускные от производителя. Таким образом, пытаемся сдержать. Но, что хочу сказать, отработали с двумя регионами Дальнего Востока. Они готовы уже отгружать продовольствие в виде овощей и картофеля. Это у нас и Камчатка, и Амурская область. Три региона сибирских начали уборочную и, думаю, со следующей недели будут готовы также отгружать. Цены. Цены в сибирском регионе порядка 20-21 рубля отпускная цена. Если брать Камчатка 22 рубля, Амурская область также 20-21 рубля. Есть предприниматели социально ориентированные. С этими предпринимателями и будем работать. Будем помогать искать дешевле овощи, логистику выстраивать, подключать федеральный центр для того, чтобы обеспечить льготный тариф железнодорожный, для того, чтобы сдержать цены в крае. Сотрудники прокуратуры Приморья собрали деньги на гуманитарную помощь подтопленцам. Закупили подушки, одеяло, матрасы, газовые печи и передали в пункт приема в Уссурийск. Отсюда вещи адресно развозят тем, кто пострадал от наводнения. И заодно выслушивают просьбы и жалобы людей. Эти тюки с матрасами, подушки и одеяло закупили сотрудники прокуратуры. Не остались в стороне от уссурийской беды все подразделения Приморского края. Кому в первую очередь нужна помощь, лучше всех знают в Центре приема гуманитарной помощи в горизонте. Здесь и пункты сбора, и пункт выдачи, и информация о подтопленцах, где в первую очередь ждут подмоги. Женщина проживает в районе Семи Ветров на улице Раздольная на первом этаже. Ее квартира очень сильно была потоплена, пропали все вещи. Поэтому сегодня она попросила, чтобы ей доставили одеяло и подушку, постельные принадлежности. Ну и также, конечно, мы доставляем продуктовый набор и водичку питьевую. Продукты, одеяло и подушку повезли лично. Раздольная 26 – дом, первые этажи которого утонули целиком. Вода выбила стекла, полностью уничтожила имущество. В квартирах стоит едкий запах. Беспрерывно работают тепловые пушки. Представляете, я без штанов осталась. Не то, что там без техники, без мебели, без ничего. Вот, спасибо, да, подушки. Сотрудники прокуратуры в первую очередь выслушивают проблемы и просьбы пострадавших. Обрабатывают все объекты вне зависимости, написал человек жалобу или нет. В данном случае гражданка обратилась с просьбой о вывозе оставшегося мусора в виде стеклопакетов, разрушенных. В настоящий момент мы дадим поручение определенное и, естественно, это все вывезут. Гуманитарная помощь приморских работников прокуратуры уйдет не только уссурийским подтопленцам. 60% планируют передать в Спаский район, где масштаб трагедии не меньше. Ирина Мигунова, Алексей Максимов, Телемикс. Считанные дни до старта нового учебного года. И пока мамы и папы используют время для сбора в школу, педагоги обмениваются опытом за даром и планами на предстоящие 9 месяцев. Ежегодная педагогическая конференция собрала учителей и воспитателей со всего округа. На встречи побывала и наша съемочная группа. Много лет сотрудники сферы образования Уссурийска не изменяют традиции. За несколько дней до старта школьного сезона собираются большим коллективом. Здесь учителя, воспитатели, представители сферы дополнительного образования. Все те, кто ежедневно сеют разумное и доброе подрастающее поколение. Мы создаем, растим, учим наше молодое поколение. И какими они будут, что ждет нас впереди, конечно, зависит от вас. Вы большие молодцы. У нас с вами много побед. Но мы уверены, что еще самое лучшее у нас впереди. Лучшее впереди, а приятное прямо сейчас. Стартовала педконференция с череды награждений. Почетные грамоты и благодарственные письма лучшим работникам сферы образования вручили от городской администрации и Думы, от Министерства образования, края и законодательного собрания. От детворы, как водится, творческий подарок. О-о-о-о, только вместе мы большая сила. О-о-о-о, не раздей вода. О-о-о-о, чтобы радость сердце не остыла. О-о-о-о, грязь и я. Прошлый учебный год был сложным, но при этом очень продуктивным, отмечают на конференции. В нашем округе успешно реализуется кластерная система образования. Создано пять направлений, которые действуют на базе 15 школ. Это огромный шаг помощи для наших детей. Когда без отрыва от парты, они определяются с будущей профессией. Инженерный класс, медицинские классы, агроклассы, педагогические классы и классы Росреестр. Наиболее многочисленными являются агроклассы. В предстоящем учебном году планируется открыть дополнительно три педагогических класса, четыре класса РосАтом и один МЧС класс. Духовный рост, гражданское воспитание, историческое просвещение, самореализация детей через сферы дополнительного образования. Аспекты, которые всегда были и будут самыми важными в школьных стенах. Их совершенствование продолжат и в наступающем учебном сезоне. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Торжественная встреча героического экипажа танка Т-80 «Алеша» прошла в воинской части Приморья. Бойцы, каждый из которых накануне был достоин звания Героя России, встретились с юноармейцами и школьниками. А также возложили цветы к Мемориалу памяти погибших товарищей. Подробности в сюжете. В воинской части торжественное построение. Однополчане встречают сослуживцев, которые вернулись домой из зоны спецоперации. Встречают как героев. И это не просто общее признание, а высокое звание, которым бойцы были удостоены лично по приказу Верховного Главнокомандующего. Звание Героя Российской Федерации присвоено лейтенанту Левакову Александру Сергеевичу, командиру танкового взвода. Бой 6 июня 2023 года, когда один российский танк разгромил колонну из восьми вражеских машин, обрел мировую известность после публикации видео в интернете. Сами танкисты при этом ничего необычного в событии для себя не видят. У нас каждый высыл такой. Вы не смотрите, что вот это вот одно видео. Есть еще видео, которое нам просто не показывают. А работаем мы постоянно. Это наша обычная работа. После митинга в части экипаж машины боевой встретился с юнормейцами и школьниками. Почтили бойцы и память погибших товарищей. Букеты цветов танкисты возложили к мемориалу памяти тех, кто ценой своей жизни выполнил воинский долг. До конца. Евгений Михайлов, Телемикс. Приморская детская команда по мотокроссу увернулась в первенство России. Привезла серебро и бесценный опыт. Наша съемочная группа встречала спортсменов в аэропорту. Подробности у Ирины Мигновой. Команда «Приморье» прилетела с первенства страны по мотокроссу с серебряными медалями. 90% в составе уссурийские мальчишки и уссурийский же тренер. Младший из династии Шевченко Глеб сегодня старший в сборной и главный в мотошколе, которая за полтора года подготовила призеров России. Я понимаю, что это клево, что это круто за такой короткий срок вывести команду на второе место, но я думаю, что настоящий восторг мы испытаем, когда мы выйдем на самый верхний ступень. Школа мотокросса в Уссурийске работает второй год. Занимаются здесь несколько групп детей с разным уровнем подготовки. Есть и соревновательная команда. В прошлом году парни уже заявили о себе на первенстве страны. Затем весь год готовились. Да так, что за шесть этапов взлетели на пьедестал. Два спортсмена из нашей команды получили травму. Это, конечно, выбило нас из колеи. Это сбросило нас на вторую позицию, на самом деле, потому что были все шансы быть первыми. Ребята выступали в разных классах, но на общий результат. Бывали и личные победы в заездах, и обидные поражения. Поддерживали спортсменов, тренерский штаб и команда родителей. Проехали тысячи километров от этапа к этапу. Вместе пережили все. Пыль и грязь, скорость и падение, радость и слезы. Ну, я бы хотела там еще остаться, наверное, на месяц точно. Мне там все понравилось. Хотел с первого места, получилось только второе. В следующий раз буду лучше готовиться. А база для подготовки в Уссурийске сейчас серьезная. Школу мотокросса поддерживают власти и спонсоры. Есть боксы, техника, форма, запчасти. Зимой тренировки на льду, в классах на теоретических занятиях, в спортзалах. В теплое время много наката, сборов, практики на трассах с разным покрытием и новых знаний. Но главное, есть люди с горящим сердцем и глазами. А у руля блестящий спортсмен и талантливый тренер Глеб Шевченко. Намного интереснее работать тренером, чем было выступать. То есть мне всегда нравилось работать с детьми. И успех спортсменов для меня намного приятнее, чем личный успех. Потому что этот успех не одного спортсмена, а целой команды. И ты можешь в течение дня испытывать гораздо больше эмоций. Новый набор в школу мотокросса начнется с середины сентября. Принимаются дети с шести лет. Обращаться в правую трибуну стадиона имени Шевченко. А по запросу для себя рейсинг можно посмотреть ролики в интернете. И еще больше влюбиться в этот вид спорта. Как Ирина Мигунова и Игорь Антонов. Завтра на территории округа оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Приморье проведет учебную тренировку по проверке антитеррористической защищенности объектов образования. В связи с этим возможны временные ограничения движения транспорта. Пока это все новости. Напомню, наши материалы вы можете посмотреть на сайте Телемикс ТВ. Также не забывайте про наш телеграм-канал и социальную сеть ВКонтакте. Этим вечером с вами была Кристина Бабчук. До встречи.